Классическая, академическая музыка единственная остается уместной, когда происходит трагедия или вспоминается трагедия. А ведь это не только потому, что восторг и радость зазвучали бы кощунственно в этом случае. Классическая музыка в такие минуты принимает форму почти материальную, дает опору в прямом, почти физическом смысле, помогает устоять, не сломаться, не сгорбиться. О том же говорит и Владимир Иванович Федосеев, когда вспоминает свое блокадное детство. Из радиорепродукторов блокадного Ленинграда, там, где они были и еще работали, звучали сводки с Овенформбюро и классическая музыка. Об этом многие вспоминают. Вы помните что-то об этом эпизоде? Конечно. Классика. Я прилипал к этой тарелке, которая у нас висела в доме. Были тарелки такие радио. Из этой тарелки звучали, весь день звучала музыка, прекрасная музыка. То ли это специально понимали редакторы музыкальные, что это придает людям, которые сидят в блокадном Ленинграде, живут с какой-то смелость, какой-то устойчивость. Но во всяком случае, я прилипал, как маленький совсем, прилипал к этому репродуктору и слушал музыку. Вы же такое, Читниковский, все, вся классика была. То есть вот это было как бы, не беспокойтесь, шло какие-то слова из этого репродуктора. Не беспокойтесь, живите, мы защитим вас. Музыка защитит вас. Это прекрасно, и все останется прекрасно. Но мы-то жили, мы понимали, что это блокада. Мы не могли выйти на улицу, уже боялись. Мама меня не пускала на улицу и сестру, потому что улица была опасная, людей выкрадывали, ну и съедали даже. Даже это было, к сожалению, поэтому у меня по ночам возникает, но не так часто, на всяком случае, я обливаюсь потом холодным, потому что в течение всего периода я был дома. Я думал о еде только, что мама там принесла из магазина лет, и я сразу старался это съесть, или как бы, когда мама уходила, я просто это съедал, не думая ни о своей сестре, ни о своем отце. Ну, меня спасало то, что отец работал на военном заводе и имел доступ к спиртному. Не подумайте, что я пил много. Но он знал, что спирт, чистый спирт, он это... Высококалорийный. Калорийный. И он в чай нам с сестрой ложечку этого спирта. Мы не выходили на улицу, потому что боялись. Сестра у меня училась на медицинском факультете, а отец прекратил ее пускать на вызов, потому что с вызова иногда не возвращались. Люди, как бы сказать, дичали. Вот даже в семье мы какие-то с дикими зверьками, потому что, допустим, у нас были весы. Я не упускал момента, когда вешали хлеб. Для меня считалось, что если меня перевесят, не дадут, я заплачу, я попрошу, почему у меня мало. То есть я озверел, знаете, потерял человеческий образ немножко. Музыка должна быть способна передать состояние, ощущение, эмоцию, ощущение того, что происходило тогда в блокадном Ленинграде, этот кошмар и боль. А вот передать знание и понимание того, что тогда происходило, это возможно каким-то способом? Есть такое искусство, есть такой художественный прием, который позволяет передать именно знание и понимание? Нет, только музыка. Музыка единственная, которая... Я даже сейчас, я знал, что даже оркестр, которым я руковожу уже в течение 40 лет, он тогда играл. Это был оркестр радио. Оказывается, я и его слышал, но я не знал, что это... Что это будет мой оркестр? Да, я буду... Расскажите, пожалуйста, Владимир Иванович, про баян, который потом стал вашим почти талисманом в жизни. Он фактически меня вывел так в музыканты. Он блокадник? Он блокадник. Он все... После, уже когда кончилась блокада, нас везли через Ладогу. И на первой станции, в Ольбекл, такая станция была под Ленинградом, фашисты ударили бомбы, разбомбили наш состав. И нас отшвырнуло волной в разные стороны, маму, папу, сестру. К вечеру мы нашли, милиция нашла. И говорит, вот вы, если можете, посмотрите ваши вещи, то, что вы взяли с собой. Я увидел все, горит костер, все, и наверху стоит баян. Цель целеха. Единственный уцелел. Единственный уцелел. И вот это, я думаю, это вот моя судьба. Скажите, Владимир Иванович, какой инструмент, или какие инструменты в симфоническом оркестре способны наиболее остро передать вот это состояние кошмара и боли, блокаду Ленинграда? В оркестре, конечно, вилончели очень сильно действуют на меня. Почему-то именно они и подумают. Именно вилончели, потому что в них душа, душа, которая рыдает иногда, она иногда говорит что-то. Поэтому вот эти инструменты, они во многом шевелят мою душу. И воспоминания сразу возвращаются, эти воспоминания. Спасибо большое, Владимир Иванович. Ну нет, что.